Феба, я иду, не бойся! Всё, это пиздец. Всем здорова, орлы! Что пошло не так? У нас тут эпидемия. Даже конь не может пройти в определенные зоны. Вот сейчас действительно сюжет начинает обирать новые обороты. И у нас эпидемия в городе, и что-то происходит. Мы идем ко Спасе. И, как я понимаю, временно откладывается план под названием Поиск Матери. Нам сейчас надо разобраться, что вообще творится. То есть, это эпидемия явно... Ну, я не верю, что это естественно. Это яблоко Эдема или частица Эдема, или ещё кое-как, птич. Чувак, чё-то перед кем ты выступаешь. Алексиус, вернулся! Я спешу, прости. Стой! Куда? Скоро приду, встретимся у Аспаси. Блин, заразись! Как ты всё-таки похожа на меня? Маску бы одену. Друзья, я знаю, вы злы. Любой был бы в ярости. Ведь есть те, кто прячется, вместо того, чтобы бороться с хаосом. А кто прячется? Нежданная встреча. Перикл, что ли, прячется? Может, он болен? Может, он нужен? Что ты такое творишь? Ты же только разозлишь толпу. Которой нет. Я? Вовсе нет. Я верну Афинам величие. Кувак, тут все умирают. Какое величие? Заткнись. Поймите, Перикл больной человек. Это можно простить. Нельзя простить то, что он обрёг наш великий город на забвение. То есть он больной в каком смысле? Мы, жители Афин. Заболел ли он? Банг в голове. По-твоему. Но одних слов уже недостаточно. Пришло время действовать. Слава Афин гремяло по всему миру. И что с ними стало? Вернём Афинам величие. О, Сократ стоит слушать. Алексиус, хорошо, что ты здесь. Такого я ещё не видел. Те, кого не убила чума, потеряли рассудок. Смерть повсюду. И это лишь начало. Мы забыли о ещё более страшном недуге, поразившем Афины. О Клеоне. Как ты можешь думать о нём в такое время? При нём Афины потеряют свободу и славу. А значит, влияние. Пришло время перейти от слов к действиям. Как? Пока я и сам не знаю. Господи, тебе стал быть философом? И я клянусь, теперь... Чувак, всем плевать, заткнись. Всё, сейчас не для тебя. Просто я думала, это кто-то кричит, а это вороны. Чё, ну мне, мне, прям, с меня страшно. Это как хоррор. Я хочу понять, что же происходит. Не, ну он там наверху есть. Это да. Перекл не мёртв. Ты вновь вернулся в Афине. Как я понимаю, я уже мёртв. Наш мир рушится у нас на глазах. Плохо, вместе мы можем помешать. Мир мрачен, но ты жива. Верно. Но они хотят уничтожить всё, что создал Перекл. За этими стенами царит хаос. Люди забыли, что значит быть людьми. Нам нужно поговорить. Я узнал кое-что о маме. Имя, корабль. Алексиус, не время. Перекл умирает. В одиночестве. Он гонит прочь даже Гиппократа. Действительно, не время. Алексиус, почему? Вормочит что-то в своём драгоценном Парфеноне. Так, мне нужно... Не-не-не-не, с Переклом будем разбираться. Я не хочу быть эгоистом. То есть, по идее, конечно, эгоистом, но, наверное, Алексиус был бы. То есть, если смотреть на характер персонажа, то правильный вариант второй. Мне нужно поговорить о Мирин. Я считаю, правильный вариант первый. Мне жаль Перекла. Нужно помочь Переклу, твою мать. Ну, тут эпидемия в городе, а о своих проблемах можно и позже подумать. Как вы считаете, ребята? Какой вариант правильный? То есть, давить на то, что... Помоги мне, потому что, ну... Я эгоист, или... Давайте поможем городу. Перекл сильный мужчина. Он должен одолеть недуг. Ты слышал, Далфу. Его не спасти. Он умрёт бесславно. Харан, что там поговорили. Афина знакома с ним гораздо дольше, чем с чумой. Он лелеял их. Заслуги оправдают его. Перекла нужна помощь. Но он не пускает меня к себе. Он уважает тебя. Ты сходишь к нему. Он уважает меня, в общем, свою жену, твою мать. И я найду время для разговора о мире. А пока что, помоги ему. Попробую. Черт возьми, ну это выгодно. Со мной просто торгуются с надобья. То есть, нам нужно попытаться дать ему саду. Надо ему сказать, что государь, вы там опалаумели. Нам нужно спасать мир. А вы умирать решили. Выбей дверь и заходи. Это Алексиус. Да. Уходи. Твою мать, я не верю. Он гей какой-то. Как невзительно, что именно ты видишь меня таким. Значит, наемик он пускает, а жену нет. Ай-яй-яй. Ты отлично выглядишь. Похоже, ты здоров как бык. Скажи это о Спасе. Она очень волнуется за меня. Соврал и не краснею. Ага. Я привык, что обычно их приносит Феба. Я хотя бы жив. Чего не скажешь о моем городе. Теперь это тень былого. Что ж, отныне здесь правит Клеон. Ему придется вдохнуть в город новую жизнь. Я хочу посмотреть на Афины. Выйдем на балкон. Надеюсь, тебя не застрелят на балкон. Все изменилось. Мне не хватит сил, чтобы взглянуть смерти в глаза. Ты поправишься, если покажешься Гиппократу. Нет, поздно. Болезнь не делает исключений. Боюсь, я подвел Афины. Свой народ. А Спасию. Нет, неправда. Ты добра. Но я проиграл. А Спасии нужна защита. И Афинам. Я думал, что пожар по Валафине достаточно, но ошибся. Я должен быть там, на улицах. Тебя растерзают. Клеон не пытается успокоить толпу. К счастью, Клеон не увидит меня таким. Я благодарю богов за это. Больше не за что. Не можешь, ведь богов вон... Ты не можешь? Вини не богов. Вини мир, что встал с ног на голову. Судьба Афин решена. Остается только ждать. Ты должен вернуться и отдохнуть. Я должен быть в Парфеноне. Это мой великий дар Афинам. Нам нужна милость богов. Но Аспасия... Аспасия права. Обычно да. Но не в этот раз. Да. Я пойду внутрь. Спасибо, Алексиус. Скажи Аспасии, что я был послушан и выпил лекарства. Мы хотя бы получим информацию, но надо помочь засранцу. Я не могу просто взять его и бросить. Это совсем неправда. Засранцу им Парфеноне будет сидеть. Вниз. Так, поговорим. Рикол принял меня. Он покорно выпил лекарства. Спасибо. Что-то не так? Ты его до сих пор не вернулась. Блин, плохо. Я видел ее в толпе. Куда она направилась? Анастасия Ласса узнает насчет переправы. Как только Перикол поправится, мы покинем Афины. Выбор нет. Но она пропала. Бояться нечего. Так она вернется. Не стоит отпускать. Бушует чума. Ты ведь знаешь, она лишь дитя. Отдай Фебе должное. В ее годы я была беспомощнее. Перикол знает о культистах в Афинах. Это опасно. Правда? Я думала он просто бредил. Нет, не бредил. Я разыщу ее. Где живет Анастасиус? В доме напротив Адеона Перикола. Хайра. Так, у нас, возможно, еще одна жертва, ребята, если я сейчас же не возьмусь за ум. Так, как бы нам отсюда выйти? И улицы оказались красными. Черт возьми, тут цепочка квестов сейчас началась такая кроваво-мрачная. С одной стороны, это очень грустно. Мне очень нравится. Обожаю такую мрачнотуру. Все такое-то интересное, чем везде доброта и краски. Доброта и краски-то неинтересно. Так, я где-то рядом. Посканирую местность, найдем цель. Вроде бы, я на месте. Вроде бы, да. Иди, Феба, вернись к ней. Вот дом. Я чувствую, я вижу то, что мне не понравится. Уже вижу то, что мне не нравится. О, боги. Что здесь произошло? Ну, я подумал на секунду, что труп Фебы, но это явно не он. Это, это плохие текстуры, предупреждение. Дэймос, похоже, сдержала слово. Извини. Хорошо, что Фебы здесь нет. Надеюсь, она цела. Руки на стенах. Ну, где же Феба? Надеюсь, что спрятала. Защитите Фебу от стражи культа. О, вот она. Феба, я иду, не бойся. Нет. Эй, нет. Черт возьми, да? Решили на дебенка напасть. Гребаные педофилы. Педобиры мелкие. Кстати, они ударили пару раз. Это так сложно. Вычерк на них. Черт, твои культисты. Они специально это делают, понимаете? Они специально хотят задеть меня, сделать мне хуже. И целенаправленно действуют против меня. Иди сюда, давай, давай. Не на скамейке, блин, Олексис должен лазить, отбраться. Я прерву твои мучения. До свидания. Феба! Эла, Эла. Она не может умереть. Ну, ну как? Она не может умереть. Пусть она притворится. Пусть это будет шутка. А не Азов. Мы таки подарили ей Орла. Ребята, немножко поздно. Все хорошо? И сити грунт. Мне нужно увидеть Аспасию. Сперва найдем Перикла. Он пропал. Каиду, Перикла! Говори, где Аспасия! Олексиус! Прости. Феба. Аспасия ищет Перикла у Парфенона. Ступай туда. Мертва из Миссии еще ее убьют. Думаю, стоит пойти с ним. Согласен, друг мой. Согласен. Черт, ну вот. Бывает же не заумно. Клык-рысе. Интересно, это откуда вылезло? Что ж, идем на Парфенон, ребята. Нам нужно, во-первых, узнать про мать. Во-вторых, твою мать Феба, мертва. Интересно, если бы я ей сказал, что я вернусь и... В общем, если бы я давал другие ответы в диалогах, была бы она жива? Вот я теперь задумываюсь об этом, можно ли ее спасти. Как думать? Я почему-то думаю, что нет. Вот я не верю, что настолько все проработано в плане ответов. Я абсолютно уверен, что если разбираться, то эти выборы не влияют практически ни на что. Кроме как на диалоги между героями, а сюжет станется тот же. Если выборы реально влияют на что-то, ну, я имею в виду по-серьезному, то... Вот если это был результат моих выборов, то, что она там лежит, то я... Как вам сказать, я похудею. Вот тогда я реально похудею над ассасином. В данном случае... Еще новым. Ну, хоть она жива, господи. Вот ты где, Алексиус. Скорее, возможно, Перикол внутри. Возможно, он еще жив. Что на тебя нашло? Феба мертва. Из-за тебя ты воспользовалась ей. Я не эту хотел бы. Нет, я... Неправда. Она вызвалась сама. Клялась, что справится. Ты поберегла ребенку. Ты ведь знаешь, я бы не приняла бы отказ. Я была бессильна. Бессильна? Ты отпустила ее. А ведь могла уберечь. Я попросила ее помочь защитить Перикла. Она жила ради других, Алексиус. Ради тебя. Ну, вообще, она права. Я не хочу с ней ссориться. Я больше из-за этого отвечаю, ты права. Потому что мне нужна инфа промахи. Я знаю. Она же детская другая. И трагедия. Феба была особенной. Аспасия, ты здесь. Вы нашли Перикла? Быть может, он внутри молится. Он не захотел оставаться на Вилле. На горе все стало еще хуже. Это безумие. Поговорим потом. К делу. Перикл. Но! Сейчас и его убьют. Культисты до всех доберутся. И наверняка кажется, что Клюон засранец. Все, что ты создал от них моих. Все, это пиздец. Это пиздец, ребята. Сделайте что-нибудь! Не смей мне мешать. Опа! За, блин, мой кинжал. Ну, вероятно, кинжал это... Может, другое. Это копье кусок. Ну, можешь считать, что закинешь. Фишка просто. Просто все смотрели, как она... Ну, режет ему горло. Ну, как? Величий человек. И вряд ли мы осознаем, насколько. Нужно увезти ее из Афин. Возьмем корабль. Они и так-то хотели уплыть. Давайте увезем ее. Иначе-то никак. Иначе он погиб зря. Возьмем мой корабль. Лучший. Черт возьми, за Кассандрой бы лучше погнались. Ну, я даже не знаю. Надо спасать. Спасю. А Афина на откуп Клеону остается. Да нет, да не Клеону. Кассандр. Я чувствую, Клеон будет работать на нее. Так кажется, что Клеон был культистом. Я уверен, что он окажется, если не главным культистом, то как минимум... Нет, главного он не окажется. Главный женщина. Там видно по фигуре, по глазам. Там видно, что это моделька женщины. Я думаю, он окажется одним из близких главных культистов. У меня есть такое предчувствие. Я могу ошибаться, но, ребят. Ваши ставки? Комментарии? Нам нужно торопиться. За мной. Мало ли что. Ты мой корабль, да? Мы на мой идем. Не зря качал. Пинский стратег? Клеон приказал никого не выпускать. Пусть Клеон идет сосать. И привезти к нему аспасию. Удно. Я не пойду. Прочь. Чувак, ты же хороший, ты мне задания давал. Чувак, ты что-то один. Ну мне, я за тебя финский чуть не в первый раз. И не во второй. И не в третий. В сто миллионов. Тебе не сравнится со мной. Вот ты так думаешь? Принестики вас. Давай-давай, иди сюда. С этими кинжалами драться одно удовольствие. Ну давайте я смею их на мечи. На свой меч, который у меня вкачал. Насколько я помню. Че-то пробался. Разберем за здоровяком. Минус здоровяк. В море пошел. Че-че, место населения подкатило. Ребят, вам заняться нечем. Идите, посмотрите. Не знаю, там что. Что смотрели в Древней Греции. Древнегреческого Киселева. Или Древнегреческий Камеди Клаб. А, решили заняться надводным плаванием. Че-то раньше они помирали, когда их сбросили. Все в порядке. Идем. Так-то. Разбрались за страну. Мы остаемся, Алексеус. О чем ты? Мое место здесь. Я не могу оставить Афинен без врача. Вообще правильно. Ну, я в вас верю. Афина разрушена, вас убьют. Не, я в них верю. Похороните ее. Конечно. Со всеми почестями. Спасибо. Нам пора, Алексеус. Я рассчитываю вновь увидеть вас. Живы. Конечно, но это, конечно, было круто. Издали, Афины кажутся такими спокойными. Словно там царит мир. Но это лишь видимость. Мне так жаль о Спасе. Насчет Перикла и Афин. Не надо казнить себя. Это не твоя вина. Я должен был сделать больше. Ты ни при чем. Прости. Еще одна смерть на совести культа. Перед смертью они будут молить о пощаде. Непременно. А пока нужно подумать о будущем. Ты знаешь, куда плыть? Я надеялся, ты поможешь мне. Конечно. Та женщина. Феникс. Песня сирены и ее корабль. Феникс. Да, именно так. Я слышала, этот корабль стоит в порту острова Наксос. Угу. Что ж, плывем к Наксосу. Найдем Феникс. Это хоть что-то. Может, мать поможет нам победить засадство. Она наверняка специально не дерется с культом космоса, чтобы... Потому что она решила уйти от этого всего как можно дальше. Наверняка. Я абсолютно в этом уверен. На кредиты Хеликс можно приобрести доспехи. Да я в курсе, я покупал ваши кредиты Хеликс. А потом у меня компьютер сломался. Как пали сильнейшие? Клеон незаметный. И обнаружил новый предводитель. Ну, понятно. Клеон завоевал, собственно, Эйфтен с Афины. Кстати, раз мы рядом с кузницей Гефеста, можно было бы, кстати, забраться туда, на уркан. Молитвы матери. А что по заданиям? Давайте в задание зайдем. Евген хочет знать. Воссоединение. Молитва матери. Алексий искал свою мать по всей Греции. В конце концов, вроде как нашел. И хотя прошло 17 лет, настал наконец время встретиться с ней на Наксе. Кстати, получается, что я играю за молодого такого самца. Хм. Что же, банини на охоте. Что там по заданиям нового? Припасы, вейды обратно. Ну, пока сказать, собственно, нечего. Я просто поплыву на это задание. А Наксус-то где? По-моему, Наксус довольно далеко. Ну, я бы не сказал, что он далеко, кстати. В принципе, довольно близко. Поплыву, наверное, вот этим маршрутом, просто чтобы океан открыть. Вот так вот оплыву парас и поплыву туда, на Наксус. Тут вулканический песочек такой черный и красный. Ну что ж, посмотрим, что внутри кузницы находится. Мне аж интересно стало. Вот если здесь какой-нибудь объект древней цивилизации, это будет максимально круто. Если нет, то, ну, что тут можно сказать. Черт возьми, а там прям туман внизу. Где стоит, туман или пар? Мы этого не знаем. Но есть веточка дерева, которая торчит. Как писюн. Утру. И прыгнем вниз, ребята, в низведанное. Ну-то явно дым из вулкана. Хотя хрен его знает. Да, если такой будет извергаться, то тут все накроет. Кузница нефеста. И все-таки тут вода. Сердце кузни. Видите, вождя клана заберите сокровища. Черт, вождя, вождя какого клана? Здесь, видимо, любители Аида живут. Да, я понимаю, если мы упадем, это финал. И игру придется начинать заново. Сол, интересно, он недоволен войной? Смотрите, а тут чья-то статуя стоит. Кто хочет попрыгать по сталактитам? Да, и фест, видите, торчит из водички такой. Из лавы. Если заметят, мне не сдобровать. И смотрит, типа, а как у вас там дела? Не зря забрался. Интересное место. Оригинальная локация. Наконец-то. Наконец-то. Так не жарко ли ребятам здесь? Вот че, мой вопрос. Ребят, вам тут нормально? Че, тут, походу, в лукане только элитный живет. Людей здесь нет, только элитные войска. Ребята, щас будет элитный поклон вам. Ликер, пора умирать. Пора оказаться у меня в жилочке. Давай, иди к ним. Рекор. Минус рекор, собственно. Увел Канет. И филокрет, или как тебе там. Да и неважно, как тебя зовут. Все равно никто забывать не будет. Просто это женщина? Какая-то неожиданность. Стрел нет, может, другие взять? Нас куча стрел. Выбирать не успеваю. Олгины и стрелы. Ты еще дышишь? Писай себе. Как я понимаю, я тут все видел. Руковицы из темного металла. Мне интересно, что тут лежит такого интересного. Здесь, как я понимаю, элитный сундучок лежит. Плюс, что там какая-то эпическая вещь. Лук разбойника 45 уровня. Это, конечно, это жесткая вещь. Карл недоступен. А нужно найти еще сокровища. Ну, не нашел я второй сундук. Как хотите. Я возвращаюсь. Я видел достаточно. Мы плывем в шторм. Интересно, будут диалоги у нас с аннексией Аксенией? И ее имя тоже забыли. Что же с именами у меня древнегреческими? Не могу их вообще. Ладно, в любом случае плывем. Могут прояснилось. Прям все видно. В общем, план такой. Я плываю Сеферос или... Уже... Нет, вот он вроде впереди. Мы, в общем, его оплываем. Ну, кругом. И плывем туда, куда нам надо. Ну, можно ближе к нему держаться, чтобы особо сильный крюк не делать. Мы кое-что нашли! Да я вижу. На удивление, диалогов нет. Не то, чтобы нам по пути, но... Давайте возьмем этот квест. То есть, нам вообще никак не по пути, но... Заплывем на Парадокс Дурака. И потом на Наксос. Такой крючок сделаем, но пусть. Делаю крючок. Такой, знаете, в километра два. За мной, говорится, пираты, но мы почти приплыли. Дворец Амфитриты. Получается, нам... Как бы нам вниз? Победали! Тут пираты еще рядом. Господи. Че же нельзя спокойно пожить? Давайте орла выпустим. Нельзя, орла? Че, отпускай. Я хочу отпустить штурвал. Или нельзя пока эти корабли... Черт, ази, у нас бой сейчас? Ладно, разбой-то будем побеждать, ребята. Мы давно на воде не воевали. Попробуем наш прокачанный корабль. Я готов стрелять! Создать свой! Я готов здоровить! Видите, ребята, сейчас здоровье стало веселее. Че нельзя попки кинуть? Ничего не стал! Че нельзя! Я готов стрелять! Я не стреляю! Ну, засомучаем, давайте, ребята. Мы не попали! Тетель попали! Опа! Мне полностью связать. Обордаж проучим ублюдков. Видите, никто не заставлял их со мной воевать. Я же ничего не хочу сейчас сказать. Все могли закончиться миром, но ребята этого не захотели. Нажаленько. Будем жить дружно, как котик Леопольд. Ребята, не захотели. Значит, будем жить вот так. Добрее не жить, а умирать! Умирать! Че-то так же давно мы не воевали на кораблях. Я же соскучился. Че, ты, аж эти корабли стали сильнее. Всплыл, был да всплыл. Блин, он убил того из нашего. Вот, пидорас. И как я понимаю, тут еще корабля плывут. О, нет, сэр. Победа будет за нами. Постой, мы сундучок не забрали у них. Пожалуйста, не тони, пока я сундуч забираю. О, другое дело. Спасибо, что подождал. Снаряга там есть шипка ценная, но, ну, вы понимаете, жадость никто не отменял. Готовьте луки! Снимай! И шок! Че, огонь! Это не цель за что попасть. И теперь я не буду загнать мой кораблик до астрономических скоростей. Заводи! Стреляю! Стреляйте! Противник близко! Да, абордаж! А, бля, абордаж нет. Давайте уже свалим, не хочу, а не скидраться. Хочу задания пойти выполнять, так игра не дает, убирается. Все, воплываем. Возвращение капитана! Все, капитан отправляется на дно морской, воевать против крабов. Так, посмотрим, что у нас. Нам нужно найти, ребята, вот то, что нам сказали. Формулу. И там акула одна плавала, 43-го левела, прокачана. Видимо, тоже много в ассасина играла и прокачалась вместе со мной. Черт возьми. Сейчас будет интересно. Нам нужно найти три сундука для идеала, но, в принципе, одного тоже хрена. Я очень удивлен, что тут какие-то руины посреди океана. То есть, представьте, если тут руины, насколько должен был быть ниже уровень воды. То есть, они же не просто с неба сюда упали, эти руины, правильно? Да, кто его знает, это ассасин скрид. Эти руины могли, если не было, упасть. Есть сведения о культисте неподалеку. Так, я сейчас не пойму. Как мне добраться до этих сведений? Случайно не умереть? Будет забавно, если мы соберем сведения. У-у, заполучший груз, подсказка. Адепт культа космоса. Понимаете, эти адепты раскрываются, когда ты плаваешь под водой. Не зря, квест выполнил. Ищите корабль Митиленской Акулы в водах близ Южных Спарад. Черт, это далеко где-то. Ну-ка, покажи мне, где эти Спарады. Греческий мир полнится. Мы новые боги. Акулепасия у капитана был некто по продавцу Митиленской Акулы. Там было еще и кое-что интересное. Берем с оружием аскального зверя с желтыми голодами. Символ Южных Спарад. Алексиус, смотришь, там-то он и найдет свою цель. Ну-ка, посмотрим. Южные Спарады. Это на севере? Находится. Дасос, Лесбос, окаменевшие острова, Южные Спарады. Так, остров Наксос, Самос и Кос. То есть Южные Спарады, это где-то вот тут он плавает, наш засранец. Но мы пока не знаем, где он. Поплывем на Наксос, там разберемся. Знаете, сложная ситуация. Что ты должен делать? Не надо все сразу разбирать. Просто плыви туда, куда глядят глаза, а там разберешься. Лишь бы сейчас так, быстрее, быстрее. Нам нужно льваться на поверхность. Олег, все, скорее, не всплывай, только по прямой легкие разорвем. Мне кажется, вижу... Как бы... О, я вижу поверхность! Олег, все! Где мой корабль? Ух, вот он. Чуть не обкакался, что мы остались в открытом море без корабля. Давайте я быстро на него перемещусь. Серьезно, я на секунду подумал, что корабль исчез, или я куда-то уплываю. Море неспокойное, так пираты еще долбят меня просто во все дырочки. Ребята, мне неприятно, я не проститутка, отвалите. Это не порно-ракон в Каринфе. Это не наставка фаллеса. Интересно, когда я бы черву такие квесты вели, или все самое лучшее, мы уже видели. Теперь будет только драма и сюжет. Что-то есть у меня чувство, что дальше только драма и сюжет, и все самое лучшее. Не, ну может быть в Спарте будут интересные квесты по типу. Мужик не успел выйти замуж, жениться до 35, и мы можем выплатить налог. Но он не хочет, или ему нечем выплачивать налог, мы должны будем найти его в жену. Желательно по-быстрому. Мы придем в жену, она ему не понравится, но убьет, и посадим за убийстью, которая решена. Но платить не надо. Мне кажется, вот такое что-то может быть. Ладно. Собственно, Naxxess. Naxxess уже близко. Мы уже прибыли. Naxxess, встречай своих гостей. Она здесь выглядит неплохо, тут прям жить можно. Наградники Диониса. Это наградники Дениски. Где тромок. Так, посмотрим, что у нас здесь за местность такая, ноксическая. Элизиум Скульптор. Это, видимо, тут скульптуры какие-то есть. Атол какой-то. Ну, на Атоле, как я понимаю, не живет никто. Так, а фоточки посмотрим. Лучший способ узнать город, поставить фотки. Так, ясно. Очень грустный, грустный город. Ну, красиво, красиво бывает здесь иногда. Днем, как я понимаю, здесь, конечно, симпатичнее, чем в другое время дня. Ничего не хочется сказать. В принципе, как и везде. Но солнце встает, так что я не буду перематывать время. Пусть все будет реалистично. Да, и давайте дадим солнцу привстать. И будем разогнать наше солнышко. Подгонять его. Так, ну-ка, награда. Ну, как вы знаете, классика. Мы берем квесты и потом уже только начинаем действовать. Я хочу, я пойду на сюжетку сейчас. Я понимаю, что можно на дуб пойти. Мне хочется, но я что-то прям хочу. Блин, постойте, это культист. Похож. Хрен их разберет. Ладно, я хочу узнать уже, что с моей мамой. Я не смогу же спать спокойно сегодня ночью, если я не разберусь с этим квестом. Так, хорошо, нужно войти в дом, который под охраной. Охран Дениса. А, жирный, а ты что тут стоишь? Меня не запугать. Собирайте людей и удвойте патрули. О, Танас! Никто не должен приплыть с Параса незамеченным. Да, Архонт. Но Архонт, заемники. Я знаю, что тебя тревожит. Но важнее всего защитить город и каменоломни. Танас! Танас! Это она мы нашли. Идите. Ребята, идите, идите. Я с мамой поговорить хочу. Валите отсюда. Наконец-то. Ребята, не совсем поняли, кто я. Но не поняли, что я стеснительный молодой юноша. Ей так и культисты могли пройти и убить ее. Я не понимаю, что происходит. Та самая песня. Она сейчас убьет меня. Сейчас она гнетет меня кинжа. Она знает, что я сзади. Встреча окончена. Нет. Я сын. Алексиус? Как? Это случилось? Я до сих пор вижу, как ты падаешь со скалы. Думала, что потеряла тебя. Кассандра жива. Та она знает, наверное. Они забрали меня. Я училась жить заново. Понимаешь? А платье то же самое, кстати. И вдруг узнаешь, что вы живы. Вы оба живы. Но она обезумела, мама. Уже поздно. Однажды я предала вас. Это не повторится. Мам, наша сестра Ебануш. Ты не так просто, как у него. Что ты? У меня столько вопросов. Не только у тебя. Но спрашивай. Попробую ответить. То мой отец. Расскажи о моем настоящем ОЦ. Как ты узнал? Мне сказали. Николаус? Вы виделись? Да, в Мегариде. Твой отец Николаус. Он растил тебя. Пока не предпочел тебе спартанский долг. А настоящий? Он говорил о другом ОЦ. Расскажи мне о нем. Я надеялась, что мне не придется открывать тебе правду. Но если мы хотим остановить культ, ты должен знать все. Расскажи ему о тяже. О чем я? С будущим. Я была с ним до твоего от... Николауса. О нем давно нет вестей. В чем дело? В бухте высадили солдат из Параса. Их не больше десятка. Малак. Тимо, собирай людей. Продолжим потом, дитя. Я помогу. Не-е-е-е. Надеюсь, ты умеешь драться? Блом, да умею. Черт, чем в детстве. Что ж, идем. Чертов наемник. Кто на нас напал? Люди с острова Парус. Похоже, Селанас больше не желает делиться выручкой. Но сейчас... Парус с сыном вечно досаждают. Я ждала нападения, но не так скоро. Похоже, будет не до разговора на этом острове. Ха, если представится шанс, союзники с радостью ударят в спину. Как я понимаю, они до сих пор в союзе со Спартом. Тут спартанские солдаты. А не какие-то другие. Ну что же, ребят, здесь мы с вами и закончим. А встретимся уже вместе в следующей серии. Я даже сохранюсь, но черт это возьми. Это такая вот просто, такой моментища. Я так рад. И очень классно все развивается. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Евген. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok